Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очень нестандартное видео. Это просмотр спойлеров Star Stable Online. Я даже не помню, когда я последний раз выставляла видео про спойлеры, но там явно не было моего лица, моей физиономии. Поэтому, да, сегодня такое очень странное видео, и камера в другом конце экрана, что еще более непривычно. Но, тем не менее, в этот раз мы посмотрим очень интересные спойлеры, которые я никак не могу пройти мимо, потому что очень долго сама их ждала, когда же это случится, когда это все произойдет. И, наконец-то, спустя столько лет, ну, конечно, не спустя 6 лет, у меня чуть поменьше, но, тем не менее, да, не удивляйтесь, там, птички на фоне, если вы их услышали. Это обновление шайеров. Шайерской тягловой породы, ну и, в принципе, шайеров. В 17-м году я вернулась сюда, и я безумно была рада, когда я купила себе первого шайера. Хотя сейчас, если честно, у меня не одного, поэтому я жду, когда обновят, новые модельки выпустят, чтобы старых, как бы, купить задешево. Вот, но сегодня мы не только о шайерах поговорим, а еще и о двух новых магических Аполлузах, если правильно помню, которые нам тоже проспойлерили. Как всегда, все самые крутые видео про спойлеров лошадок, моделек, да и всего, вообще всего, что может быть в игре, это канал CC Creations. Вообще, с одной стороны, большое спасибо, что вы нам все спойлерите, и мы знаем, на что копить, на что не копить. Ну, а с другой стороны, я раньше очень злилась, когда я... Я не люблю спойлеры, я их терпеть не могу. И когда мне попадались они... Автор тут, конечно, ни при чем, мне просто их подкидывали. И я очень злилась от того, что... Я знаю, что будет дальше, но сейчас спасибо большое, что ты есть. Итак, давайте же посмотрим... Так... Да, первое видео, это будет про шайеров. Мы просмотрим их целиком и полностью. CC Creations. И поговорим с вами... Да, я вечно поправляю свою челку, на улице жарко, душно, и у меня она вся не держится никак, и лезет мне на лоб. И поговорим о том, какие масти, в принципе. Так, Shire Horse. Мастей, по-моему, 6 или 7. Одна, как всегда, будет продаваться в Форт Пинте. Стоп, стой. И одна в приложении, и все остальные, мы видим, будут продаваться на ферме Стива. Очень странно, что вот так вот спустя года ты привыкаешь, что лошади продаются вообще в других местах. А сейчас их переставляют на новые, а я, к примеру, по привычке несколько раз у меня было, что я ехала на старое место продажи, чтобы посмотреть лошадей. Вот, кстати, да, многие из вас помнят, что Мустанги и Канимары теперь продаются на фермерской... В фермерской усадьбе Бирка. Вы вообще помните, где это? Я, да. Вот. Так что несколько лошадок будет стоять на ферме Стива. И как же теперь удобно, что даже пока спойлеры мы можем посмотреть прически, масти, породы всеразово, которые стоят на одной локации. И мы как раз сейчас... Она смотрит, я, наверное, во весь экран сделаю. Она смотрит анимацию. Ну, по поводу анимации я что могу сказать? Это типичные наши тягловые сосочные кони, смешанные что-то между Тинкером, мне кажется, там и Финхорса. Ну, в принципе, тягловые лошади, они на то и тягловые, что отличаются только экстерьером особенностей масти и какими-то индивидуальными... Тоже юминками. То есть Шайр, он чем будет отличаться от всех остальных тяжиков, которые есть в игре? Если я правильно помню, Шайр выше першироны или наравне. Она в этом видео покажет сравнение, но просто она под углом смотрит. И я так и не поняла, они, по-моему, выше перширонов. Также мы смотрим, что тут есть куча причесок, которые находятся в разработке. Также вот, да, прическа парадная, как у Клэйды с Дали. Будут точно такие же прически, как у Тинкеров с бородочкой. Вот тут внизу с бородочкой. Да, и сейчас мы посмотрим детальный обзор этих лошадок. Меня еще очень в какой-то момент под каким-то углом она показывала Шайры. Мне показалось, что там еще и присутствует Лузитан. Ну, очень похож. Вот этот горбатый нос, вот этот вот зализанный типаж гривы, который сейчас, кстати, есть. Лузитан, напомню. А так вообще они очень мне понравились. Вот я смотрю на этого Шайра и вспоминаю, что у меня в Редеде был Шайр светлосерый, которого я назвала Лука. А потом оказалось, что это девочка я купила. Ну, его уже даже продала. Осаживание небыстрое, очень плавное. Щеточки, кстати, намного меньше, чем у Тинкеров. И вот эта резкая остановка с Галопом, мне она чем нравится, что на тебя несется вроде бы такая туша, а при резкой остановке она не проезжает куда-то там еще метра два, а прям перед тобой останавливается. Так, свеча. Очень мне она понравилась, но я вот честно не люблю, когда в конце свечи лошадь выпрямляет, выдергивает как-то одну из передних ног. Ну, на прыжок, прыжок вполне симпатичный, лошадь неконкурная, но летает красиво. Да, вот если бы еще бы препятствия можно было бы сбивать, в Сусо было бы вообще замечательно. Специальная анимация данной породы, это будет лежать, но потом плавно переходящая в сидение и в вставание. Кто у нас так делает? У нас так делают лохматики. Да, у нас так лохматики делают. Да боже, ты мой челкаешь, а что ты мне в глаза лезешь? Да, как танцуют, кстати, это очень классно. Так, это тун, тун. С ноги на ногу так и сзади тун, тун. Но оно, кстати, хорошо прыгает. То есть, я даже не знаю, это плюс или минус. Потому что, если, допустим, у человека раньше, ты видишь шайера у человека 15 уровня, ты понимал, что этот человек, он просто герой. Потому что прокачать шайера до 15 уровня, это было очень сложно. Он жутко был неповоротлив, непрыгуч. И, ой, самое сложное, по-моему, для меня было, это проходить гонку на озере Вейлдейл и старая гонка Фергрови. Фергрови самые старые, которые были. Так что, да, здесь будет, конечно, все попроще. Теперь масти. Светло-серенькая. Да, мы уже тебя заприметили, что ты такой симпатичный. Вот, вот, вот в этом ракурсе лузитана я увидела. Вот, честное слово. Это как лузитана. Вот это я, кстати, не поняла. Но, по-моему, это аналог черепушки. Ну, черепушки, поясняю, старый шар, у которого фонарь почти на всю моську. Вот этот шар данной масти мне, если честно, не понравился совсем. Но он понравился моему парню и Каролине. Ну, по поводу Каролины не знаю, а вот Харли будет покупать. Я же, наверное, лучше куплю вот это. Таранка вот такая, это вот, прям вот такой он. Красивенький. С носиком. Носики. Розовые носики, моя любовь. Вот этот, кстати, мне вначале не понравился, когда я смотрела фотографии спойлеров. Но сейчас я понимаю, что он очень классный. Он такой прям... Такую гречечку маленькую-маленькую. А, вот, да. Или я куплю вот Воронова с гольфиками, который будет стоять в Форт Пинта. Кстати, очень хорошо, что они в Форт Пинта поставили, по сути, самую базовую масть данной породы. Ну, и здесь нам показывают Шайры из приложения. Не хватает проточины на лбу. Хотя бы звездочки, вот кроме носа. Потому что как-то... Просто такая проточина на носу и все. Вот. Здесь мы сразу видим, что Тинкер, он ниже. У Тинкера больше щеточки. И массивнее грива. Пушистее, пушистее. Объемнее грива. Вот. А вот здесь вот стоять. Вот тут непонятно, поставила бы ли она их поближе. И вообще, мне кажется, когда... Если ты хочешь покажать, показать сравнение роста лошадей, снимай это со стороны крупа, хвоста и сбоку. Допустим, вот ты увидел, что шайр выше перширона. Значит, поставь шайра боком перед камерой. Вот так вот, допустим. Вот так вот. А рядом с ним поставь перширона, который будет ниже. Чтобы люди увидели, что ого, он выше или ниже там кто кого. Но, судя по моему взгляду, шайр будет отныне у нас самой высокой лошади. Мне кажется, выше будут только жирафы. Если я правильно помню породы, что шайры и першироны самые крупные лошади по экстерьеру породам. Ну, понятное дело, что есть еще лошади, которые вне там поколений вырастают. Такие гиганты, большие. Вот просто классная амуниция. Можно, пожалуйста, телеги, повозки. Вот, чтобы была возможность взять телегу, запрячь в нее лошадку и путешествовать по Юрвику в этой телеге. На что кому-то там, я не знаю, шесть шайров, которых он не может взять всех разом. Запрягите их в телегу. Тем более, вы такую классную амуницию делаете. Мне, кстати, вот очень понравилась амуниция. По-моему, у Тинкеров даже или у кого там. Кто у нас на раньше старщайна стоял? Клейд из Дали или Тинк? Не, по-моему, Клейд из Дали там стоял. Так, вот мы посмотрели. Так что мы знаем, что нас ожидает несколько шайров. Которых мы очень теперь сильно ждем. Я в особенности. Но я тоже, на самом деле, чтобы я смогла скупить старых. Так, следующее видео это спойлер новых магических лошадок и их питомцев. Если не хотите себе... Хотя, мне кажется, сейчас уже не осталось практически таких людей, которые бы не хотели смотреть спойлеры. Поэтому давайте посмотрим. Си-си-кури-эйши. Что? Что-то громко-то! У меня, чтобы микрофон. Так, значит, это лошадь магическая Аполлуза. Я вначале долго, кстати, сама пыталась додумать, это Аполлуза или Пейнт Хорс. Но это тропическая рыбка и золотая рыбка. И они мне очень понравились. Что магический вид, что немагический вид. Хотя, кстати, вот эта вот рыбка, как она же называется-то? Не рыба-зебра? Или как она? Вот эта, в общем, рыбка, она в немагическом виде почти зебра. Как будто лошадь, скрещенная зеброй. И я даже не знаю, это хорошо или плохо. Ну, а золотая рыбка такая... Солода это. Так, в общем, вот... Стой. Вот такая симпатяга у нас. Я, на самом деле... Я не могу, кстати, сказать, что это зебра. А зебра, это просто вот эта тигровая масть, которую я, ну, не переношу. Я ее не люблю. Но, учитывая то, какой магический облик у этой рыбки... Видите, какие глазки тебе будет. Будьте, будьте мой. Я вот этих вестернских последних лошадей их обожаю. Вот Квотерхорс мне вообще не зашел. Оооо! Красиво, красиво, красиво. Вот эти вот плывники, узоры... Вот я считаю, что последние несколько магических лошадей... А у нас кто последние магические лошади? Это Фриза Драконы. Березы и Сакура не считаются. Потому что это перевыпуск. Оригинал все равно лучше. И кто там еще был? Каменные клейды сдали. И, в общем, еще кто-то был. По-моему, они были очень классные. А тут такой хвост. Такая чешуя. Даже вот на копытах вот уменьшение количества чешуи. И больше преобладание просто кожи без чешуек. Какой хвостик прям такой. Питомцы я... Давайте честно. Я не буду ничего говорить про питомцы. Потому что я их покупать не буду 100%. Я не буду столько СК тратить на, допустим, котиков. Которые у меня уже есть в другом виде, в другом облике. Даже полученные бесплатно. У нее белые реснички. И зеленые глазки. А у того тоже зеленые глазки? По-моему, да. Такая прям пусечка. Вот в этом случае мне нравится, что у них короткая стрижка. Но жалко все равно, что нельзя переделать. Почему нельзя переделать прическу у магиков? Оставьте им в магическом виде. О, вот эта чешуя, этот узор. Ну, золотая рыбка. Загадывай желание. Очень у меня прям... В начале, кстати, я испугалась, что, мол, опять рыбы, похожие на халтикинцев. Я думала, что мне не зайдет вообще. Потому что... Не, халтикинцы красивые. Они такие пастельно-розовые, пастельно-сиреневые. Ну, я боялась, что... А как же они сделают вот золотую рыбку и вот эту вот зебру-рыбу? Ну, кстати, я почти угадала. Я хотела, что это будут эти... Карпики и каратики, кто там, рыбки-кои. Но в итоге они сделали одну золотую рыбку и... Вот, смотрите, какой хвост. Хвост из H2O. Просто добавь воды. Ой, котик. Он, кстати, больше похож сейчас на дракончика, чем на рыбку. И, кстати, фу-фу-фу. Зачем они сделали скатов-драконов? Лучше бы сделали котиков-драконов. Вот тогда бы я их точно купила. Так. Что? На этом, в принципе, все. Мы посмотрели, что у нас будет в ближайших обновлениях. Кого у нас обновят следующим. Каких магиков нам добавят в конце, по-моему, этого месяца, если я ничего не путаю. Я скажу сразу. К сожалению, СК потихоньку начинает заканчиваться. И... Если... Очень, в общем, тяжело все. Тяжело жить на ССО без возможности доната. Очень грустно. Прям печаль беда. Настоящая печаль беда. Вот. Так что посмотрели. Пишите, кстати, комментарии, как вам. Будете ли вы покупать кого-то из этих лошадок. Купите ли вы там двух этих магиков с котиками. Или же вы такой же бедный несчастный карманник. У которого мало ИСК. И вы никого пока что не будете покупать. Но, допустим, планируете. Или вы такой же человек, как я. Который побежит покупать уцененных. По-другому не скажешь. Уцененных шаров второго поколения. Вот. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки. Да-да. Пишите комментарии. И напишите, пожалуйста, обязательно прям прошу вас. Как вам такой стиль оформления видео спойлеров. Да. Которые я практически никогда не выпускаю. И если вам такой способ зайдет, то будем снимать что-то интересненькое, что у нас будет заспойлерено. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. И хороших вам находок. Субтитры подогнал «Симон»!